Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Театр Смена сообщил о том, что потерял 70% посетителей в первый день работы по QR-кодам. Тем временем, кировчане продолжают жаловаться на невозможность получить код. Часто это бывает связано с тем, что при оформлении документов о болезни медики не делают нужных отметок в электронных системах. Также есть сообщения о случаях, когда коды не считываются, людей не пропускают в заведение. Программа Экономика. Сотрудников «пятерочки» в Слободском накажут за обслуживание клиентов без масок. Об этом рассказал глава МВД Константин Селянин. По его словам, возбуждены административные дела на кассира и директора магазина. Всего за неделю, прошедшую со времени, когда власти решили ужесточить контроль, проведено 3000 проверок, более половины в торговых точках. Зафиксировано более 200 нарушений масочного режима. Чаще всего протоколы на кировчан составляют по статье 20.6.1. Кодекс об административных правонарушениях. Это невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Наказание для граждан от предупреждения до штрафа от 1 до 30 тысяч рублей. Для юрлиц штрафы 100-300 тысяч. Более 10% осужденных торговцев наркотиками пользовались биткоинами. Прокуратура Кировской области проанализировала правоприменительную практику по уголовным делам и незаконному сбытию наркотических средств с использованием цифровой валюты. По ее данным, в прошлом году прокуроры поддержали обвинения по 93 таким делам. В 11 из них фигурируют биткоины. В текущем году гособвинители приняли участие в рассмотрении 78 дел по наркотикам. Криптовалюты использовались в 10 случаях. В завершении о курсах валют. Доллар на сегодня 69 рублей 55 копеек. Евро стоит 80 рублей 70 копеек. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове.